Важно, что теперь этот День здоровья отмечается с 7 октября 1950 года. Родилась Всемирная организация здравоохранения в 1948 году, а в 1950 стал отмечаться праздник Всемирный День здоровья. Вы знаете, что ВОЗ сейчас ходит в 194 страны. Каждый год проходит под особым девизом. Вот в 2016 год мы вместе против диабета. Могу сказать, мы перед сегодняшней встречей с Сергеем Рудольфовичем как раз на эту тему беседовали. И важно, что в Саратовской области День здоровья сейчас отмечается не один день в году. Акции, которые направлены на привлечение населения внимания к своему здоровью, на профилактику заболеваний. Вы прекрасно знаете, вы являетесь участниками всех наших мероприятий. За это вам отдельное спасибо проходит практически каждый день. Могу сказать, что сегодня важно, мы продолжаем форум, мы вместе, что общественная палата привлекает внимание населения к своему здоровью, профилактике заболеваний. Лично, например. Какие сегодня здесь врачи и кто сможет посидеть специалистов? Сегодня находятся в общественной палате врачи-специалисты, врачи-кардиологи, врачи-терапевты. Здесь возможно будет сдать кровь, пройти другие минимальные, скажем, обследования для того, чтобы уточнить статус свой на сегодняшний день. И если необходимо, направиться на обследование. Но я думаю, что каждый член общественной палаты знает свой статус здоровья. Это просто возможность еще раз пообщаться с врачом, получить консультацию. И консультацию не только по поводу лечения заболеваний, а важно выявить факторы риска и проводить профилактику. А пациенты-то кто? Только члены общественной палаты или профилактики? На этой площадке, у нас работает сегодня очень много площадок, пациенты могут в обычном формате, как обычный день в году, до 1 из 365, посетить поликлинику, посетить центр здоровья, пройти диспансеризацию. Мы мероприятием, которое проходит сегодня, еще раз привлекаем население своим примером к здоровью. Это не акция, которая здесь пройдет и завершится? Нет, я боюсь, что нас неправильно поняли. Здесь не члены общественной палаты. Члены общественной палаты стоят вокруг нас, и они не спешат, поскольку они, во-первых, следят за своим здоровьем, а во-вторых, мы сделали это акцией для населения, чтобы самое главное зародить в головах наших сограждан и земляков простую истину, что спасение утопающих – это прежде всего тело рук самих утопающих. Если человек заботится о своем здоровье, он всегда найдет возможность теперь получить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь. И это не только во время акции, а ежедневно. Я не знаю ни одного, так сказать, прецедента, где бы больному отказали, например, взять ей кровь. Да, возможно, это сопряжено с какими-то временными затратами, но, простите меня, болезнь отнимает больше времени, денег и душевных сил, чем день или два в году проведенные с заботой о своем здоровье, диспансеризация, посещение, исходя из возраста человека и его состояния, врача-терапевта, хирурга, гинеколога. И тогда уже жизнь обретает совсем другие краски. И, конечно, мы должны сказать огромное спасибо Министерству здравоохранения, которое пошло нам навстречу и всегда идет навстречу. Отдельным лечебным учреждениям, отдельным специалистам. И все это позволяет выявлять, находить на ранней стадии заболевания, их профилактировать, лечить и, в общем, добиваться тех успехов, которые мы добились совместно, я считаю, с Министерством здравоохранения, падения смертности, увеличения рождаемости, ну и исправления той непростой ситуации, которая с демографией складывалась в последние десятилетия, как на территории нашей области, так и в целом на территории Российской Федерации. Все медицинские организации присоединились и работают в обычном режиме. Но знаковая площадка, вы знаете, межведомство пройдет в Триумх Моле, и мы вас приглашаем на это мероприятие. И каждая медицинская организация, двери распахнуты, сегодня будет возможность еще раз населению получить консультативную помощь, проговорить с доктором линию своей жизни в части питания, физических нагрузок и так далее.